Всю следующую неделю в Омске будет идти снег, сообщают синоптики. Это означает, что на дорогах из-за гололеда появятся пробки, общественный транспорт будет снова задерживаться, тысячи омичей опоздают на работу. Между тем, до места назначения можно добраться быстро и с комфортом, и часто бесплатно. В интернете есть специальный сервис для поиска попутчиков. Водитель, у которого в машине есть свободные места, на сайте описывает свой маршрут и время отправления. Пассажиры, которым по пути могут его найти на сайте и присоединиться к поездке. Почему горожане все еще охотятся на газели и не пользуются бесплатным предложением прокатиться, попыталась выяснить Алена Бензик. Здравствуйте. Здравствуйте. Алена. Да, Андрей. Да. Я сегодня ваш попутчик. Отлично. Поехали. Поехали. Куда садиться? Первый попутчик за три года, отмечает Андрей Шевченко. Еще в 2013-м он на специальном сайте оставил предложение. Обещает подвезти любого желающего не за деньги, а за компанию. Каждое утро в 7.40 Андрей выезжает на работу от Космического проспекта до Куйбышевской базы. В 16 часов возвращается по тому же пути. Но желающих, как говорится, упасть на хвост ни разу не было. Хотя водитель – семейный мужчина без вредных привычек, с ухоженной машиной и музыкальным плейлистом, в котором лишь джаз и классика зарубежного рока. Во-первых, у меня в машине не курят. Громко не разговаривают. Я люблю ехать, слушать музыку. Громко я ее не слушаю, никого не напрягаю. Поэтому никаких особенных критериев нет. Каждое утро на остановках общественного транспорта мерзнут сотни омечей. Кто-то опоздает на работу, кто-то подхватит простуду. При этом водители, которые едут мимо них, часто готовы подвезти. Но, как показал наш эксперимент, потенциальные пассажиры боятся. Время – 8 часов утра. Час пик в разгаре. Предлагаю всем мерзнущим на остановке с комфортом добраться до пункта назначения. Но из колеси все десятилетие убедилась, что улыбки недостаточно, чтобы уговорить человека бесплатно его подвезти. Давайте подвезу. Не, не, еди, еди. Да? Еду до рыбного рынка. Может, кого-нибудь подвезти? Давайте меня. Ну, давайте, идите. Давайте. Спасибо вам. Да, было бы за что. О, вы такой добрый человек. Боже, с утра это как-то даже страшно. Да, с тобой поедем. Максим Сухоруков единственный за час поисков не побоялся и сел в машину. Говорит, надеялся, что злого умысла у водителя не будет и рискнул ради комфорта. Ну, вот смотрите, кроме вас никто вообще не согласился. Хотя, я думаю, направление, в принципе, у нас одно и там особо выбора нет. Вот как думаете, почему все побоялись? Да, мне кажется, даже не то, что подумали, а что-то тут не то. Как-то странно, что человек как бы просто так может подвезти. Это как-то странно вообще. Просто люди не привыкли к добру. Поставив камеру на одной из основных артерий города, мы подсчитали, что 4 из 5 автомобилей едут без пассажиров. И если бы каждый из них брал хоть по одному попутчику, может быть, в Омске проблем с общественным транспортом не было. А если бы омские водители активно использовали такой популярный в Москве сервис коллективных поездок, как райдшеринг, когда попутчик частично оплачивает топливо, то экономить на проезде могли бы и пассажиры, и водители. Алена Бензик, Константин Демиденко. Новости. Здесь Омск.